Петербургский международный турнир раперистов Ведет свою историю с 1974 года И поначалу назывался Ленинградская рапира В 1992 году его переименовали в рапиру Санкт-Петербурга А спустя еще 4 года турнир получил статус этапа Кубка мира Благодаря завидному долголетию соревнований и высококлассному составу участников Турнир давно стал визитной карточкой спортивной жизни города на Неве Петербургский раперист Евгений Филиппов в этом году не принял участия в турнире Но все же пропустить его не смог Пришел с дочерью Гелесой поболеть за российскую команду Нам 2,5 года и мы уже третий раз посещаем рапиру Санкт-Петербурга Это для нас уже как традиция прийти Первый раз мы пришли в 6 месяцев Для детей в принципе очень интересно то, что все быстро происходит, двигаются Особенно нам нравятся финальные бои, когда подсвечивается дорожка Это для чего очень интересно В этом году рапира Санкт-Петербурга проходит в старейшем спортивном сооружении на берегах Невы В зимнем стадионе на Манежной площади Спортсмены и судьи отмечают Турнир, как и всегда, хорошо продуман и организован У нас в России, я хочу сказать, соревнования проходят лучше всех в мире Это не только для меня, это подтверждают все Здесь всегда все вовремя, с оборудованием все в порядке В плане гостиницы, транспорта, все хорошо, мне здесь очень нравится То, что фехтование – труднопрогнозируемый вид спорта, всем известно давно Рапира Санкт-Петербурга 2016 – полное тому подтверждение В первом же бою на выбывание за вход в 32 потерпели поражение сразу три последних чемпиона мира Включая и триумфатора московского мундиаля – японца Юки Ото Этот этап – предпоследний перед Олимпийскими играми Спортсмены нервничают, испытывают большой стресс И мы стараемся справиться с этим и подойти к главным грядущим соревнованиям на пике формы Так что в этот раз я выступил не так хорошо Я должен быть гораздо лучше для Олимпийских игр Еще одна сенсация турнира – непопадание в 16 лидера мирового рейтинга американца Александра Мусиалеса Он уступил знаменитому итальянцу Андрея Бальдини Я хорошо отфехтовал большую часть сезона, выиграл золотую медаль в Токио, был лучшим в Париже Было еще несколько разных результатов, в основном весьма неплохих Конечно, всегда будут такие дни, как сегодняшние, когда я выступаю не так хорошо, как я должен И не так хорошо, как я, по моему мнению, могу К сожалению, сегодня был один из таких дней Но я готов вернуться в строй и готовиться к командным соревнованиям завтра и потом к последнему Гран-при сезона в Шанхае Такие невысокие результаты лучших мировых раперистов в преддверии Олимпийских игр – показатели весьма необычные Возможно, спортсмены действительно решили не выкладываться на полную и поберечь силы Дарио А возможно, имеются какие-то ошибки в подготовке фехтовальщиков Для российских же спортсменов домашний этап Кубка мира не может быть соревнованием второстепенной значимости На рапере Санкт-Петербурга у нашей сборной расширенная заявка – 20 спортсменов В нее вошли как уже и именитые сборники, так и молодые спортсмены, только набирающие опыт на соревнованиях такого масштаба Среди них и бронзовый призер первенства мира 2013 года Марат Бакиров Для него питерский этап Кубка мира – это дебют на взрослой мировой арене У меня был такой план на этот турнир, чтобы попасть в второй день План свой выполнил, хотелось бы, конечно, получше выступить, но не получилось, так как попался Я попал на очень тяжелый противник, именитого, который выиграл на последствии на приемах Чет мастерство Соперник Марату действительно достался очень серьезный Победитель рапера Санкт-Петербурга 2013 года Восьмой номер мирового рейтинга и лидер сборной Великобритании – Джеймс Эндрю Дэвис На дорожке юный уфимец не спасал перед ним и попытался навязать борьбу Постарался по максимуму извлечь пользу из поединка с опытным британцем С одной стороны, хорошо, что я поставил с таким сильным бойцом То есть я почувствовал, что могу вставать как-то с такими бойцами Мне некоторые приемы подсмотрел, так скажем Но мне больше не понравилось, чем нет После триумфа над Маратом Джеймс Эндрю Дэвис продолжил победное шествие И уверенно зашел в четверку Вместе с ним в полуфинал попали итальянец Андрея Бальдини и два россиянина Прошлогодний победитель рапера Санкт-Петербурга Дмитрий Ригин И курянин, выступающий за Московскую область Дмитрий Жеребченко На пьедестале мы уже точно займем два места А какие – посмотрим, сейчас будем стараться Наши парни действительно постарались и оба вышли в финал Ригин замстил британскому обидчику Бакирова Дэвису с отсчетом 15-11 А Жеребченко в упорной борьбе победил Бальдини с отсчетом 15-14 Стало ясно, что главный трофей турнира останется в России Ригин, выигравший турнир в прошлом году, на сей раз повторить успех не смог В решающем бою победу с весьма неожиданно большим преимуществом Одержал Жеребченко 15-6 Двойной успех на предпоследнем этапе Кубка мира перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро Не может не радовать Другие российские участники турнира тоже в целом показали себя достойно Артур Ахматхузен лишь в один укол уступил будущему бронзовому призеру Итальянцу Андреа Бальдини Артем Судов и Алексей Хованский проиграли Жеребченко и Ригину соответственно Конечно, оставляет в горький осадок неожиданное поражение Алексея Черемичиного В первом же бою турнира на выбывание Но впереди еще один этап Кубка мира в Шанхае Возможно, именно там российские оперисты смогут улучшить свои результаты и позиции в мировом рейтинге Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому